Пасха Прямо тогда и была такой очевидный ответ, да, но если мы посмотрим на тексты, все будет совсем не так просто. Ну, смотрите, во-первых, конечно, пасхальная трапеза – это главный праздник для иудеев, ну, и для религии Древнего Израиля, и не случайно распятие Христа связано с этим праздником. Собственно, без Ветхого Завета, без описания смысла этого праздника непонятен смысл распятия. Ну, умер он в мучениях, и что? Причем здесь отпущение грехов, спасение мира? А то, что это пасхальная жертва, которая приносится в искупление грехов, мы это понимаем только, когда мы сопоставляем это с обрядами, собственно говоря, Ветхозаветной Пасхи. И поэтому нет ничего удивительного в том, что само распятие связано с этим днем. Но я не случайно говорю связано. Когда? Собственно говоря, до сих пор иудеи празднуют Пасху определенным образом, вечером, накануне они собираются, устраивают большое застолье, садятся торжественно молятся, и у них общая трапеза. И, в общем-то, Тайная Вечеря есть пасхальная трапеза. Если мы посмотрим, как ее описывают и Марк, 14 глава, 12 стих, и Матфий, 26 глава, 17, и Лука, 22 глава, 7. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Вот все люди идут праздновать Пасху, и ученики Иисуса тоже, конечно, хотят это делать, спрашивают учителя, где им это сделать. И, в общем-то, описание Тайной Вечери, оно вполне напоминает пасхальную трапезу. Они возлежат за столами, да, вот Лука об этом пишет, так надо было и на пасхальной трапезе, как свободные люди, не просто где-то что-то стали перекусили, а возлежали, как люди, которые действительно у себя дома. Хлеб и вино, собственно говоря, главное, что было на Тайной Вечере и на пасхальной трапезе тоже, опресноке и вино. Трапеза начинается с благословения вина, Лука об этом пишет, 22,17, причем это не заключительная чаша, и когда Христос говорит о крови Нового Завета, точно так же и пасхальная трапеза начинается в иудаизме с благословения вина. И кусок хлеба, который Христос обмакнув, подает Иуде, мы видим это в современном пасхальном седере, чаша с горькими приправами, в которой обмакивают хлеб. Все как на пасхальные вечери. Ну и почему Иисус в тот вечер остался ночевать в Иерусалиме, а не отправился в Вифанию, как перед этим? Ну это особенный вечер, его надо проводить в священном городе в Иерусалиме, потому что пасхальная трапеза. Но смотрите, а ведь при этом ни разу ни один из синоптиков, то есть Марк, Матфей и Лукани, говорит о том, что это была пасхальная трапеза. Они как бы намекают всеми силами, но ни разу на это не указывают. Ну правда, смотрите, это событие отнесено к первому дню опресноков. Я напомню, что опресноки, маца их часто еще называют на древнееврейский манер, тот хлеб, который нужно было есть именно в пасхальную неделю. И первый день, собственно, первый день этой недели праздник непосредственно еврейской Пасхи. Ну ладно, не упоминают, но ясно показывают нам синоптики, что это и есть пасхальный седр, пасхальная трапеза. А вот тут евангелист Иоанн, он, в отличие от синоптиков, очень четко говорит, когда была Пасха, он говорит, на следующий день. Смотрите, иудейские духовные вожди не хотят входить к Пилату, чтобы могли есть Пасху, иначе они осквернятся, 18-28. Пасха приходилась на субботу, 19-14, это все Евангелие от Иоанна. Тогда получается, что здесь, вообще-то говоря, не является тайная вечера этим самым пасхальным седром, пасхальной трапезой. Ну, можно, конечно, сказать, что Иоанн описывает какую-то другую трапезу, но это совсем невероятно, да? Что же у них было две тайных вечера, одна накануне, а вторая непосредственно в пасхальный вечер? Конечно, нет. Ну, как праздновали Пасху, нам об этом сообщает Ветхий Завет в книге Левит, довольно подробно. В первый месяц, а тогда год начинался весной, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. Вот начинается неделя опресноков. В 7 дней ешьте опреснок, и в первый день будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. Все очень хорошо понятно. И здесь же указание в книге Исход про пасхального Агнеса, которого заколают накануне, и за каждым столом вкушают его мясо. Да, но мы же знаем, у нас вот Рождество, например, старый стиль, новый стиль, хотя и у тех, и у других 25 декабря, просто 25 декабря выпадает на разные дни. В Древнем Израиле был лунный календарь, там был месяц 29 или 30 дней, когда год, скажем так, ощутимо сдвигался, надо было добавлять вставной месяц. Ну, может быть, была какая-то путаница с календарем, тем более, что это была уже Римская империя, свой римский календарь. Календарь, может быть, решили согласовать Иосиф Флавио, так он пишет, когда он отождествляет Ниссан с греческим месяцем к Сантикам. Вообще-то греческий календарь, иудейский, два разных календаря. Ну, для удобства, может быть, решили их привязать друг к другу, тогда возникло некоторое рассогласование, такой старый стиль, новый стиль, условно, на один день. Может быть, конечно. Тем более, что мы знаем, скажем, в Кумране, это недалеко от Иерихона, такие особые места, где люди жили в своего рода монастыре, ну, да не называлось, конечно, монастырем в те времена, и они очень себя сильно противопоставляли Иерусалимскому храму, саддукеям, фарисеям, вот всем этим нечестивцам, с их точки зрения, у них и календарь был свой. Ну, такой типичный сектантский подход, да, то есть мы не будем праздновать с ними, у нас все свое. Может быть, и Иисус с учениками так же к этому делу подходил. Но вообще-то не похоже. Он отмечает Пасху в Иерусалиме. Кумраниты они, конечно, у себя там в Кумране это отмечали. Что у вас, к вернице в Иерусалиме, в этом городе нечестивого первосвященника, ни в коем случае. И вообще как-то мы не видим, чтобы Христос особенно упирал вот на чистоту календаря, на какую-то вот такую обрядовую формальность. Вот не так, как фарисеи мы будем, а немножко по-другому. Он немножко по-другому, чем фарисеи, все делает, да, и не говорит о том, что, знаете, вот мы не так должны, не знаю, благословлять свою трапезу, а другими словами. Вот этого мелочного какого-то такого, знаете, очень характерного для сектантов как раз подхода, когда мельчайшие перемены становятся самым главным, что вообще в духовной жизни встречается. Вот такого мы не видим у Христа и у апостола, да. Мы знаем, что он посещал храм Иерусалимский, то есть он не отделял себя от остального народа, он спорил с фарисеями, да, но не на обрядовые темы. Так что очень трудно предположить, что, в общем-то, у них был свой какой-то календарь. Но, смотрите, давайте вспомним Евангелие от Марка в первый день опресноков, когда заколали пасхального Агнца. Уже не точность, мы только что читали, да, сначала Пасха, а потом неделя опресноков, то есть первый день опресноков, это уже после Пасхи и поздно заколать Агнца, потому что его надо съесть до этого. Ага. Но, с другой стороны, ну, когда у нас есть там нерабочая какая-нибудь неделя, да, каникулы или что-нибудь еще, сейчас вот наш календарь пополнился всякими нерабочими днями по печальному поводу, и если неделя начинается с понедельника, но мы считаем, что уже с субботы каникулы, правильно, потому что суббота уже нерабочий день, то есть первый день опресноков, может быть, означает не условно понедельник, я, естественно, привязываю к современному примеру, а субботу, когда уже началось, да. То есть, строго говоря, еще завтра это все будет. И вот эта фраза, когда заколали пасхального Агнца, а когда его заколали? До Пасхи. Чтобы сесть и отпраздновать Пасху, надо зарезать ягненка, надо его разделать. Более того, зарезать не просто так, а у нас с вами, видите, это Иерусалим, значит, в храме приносятся жертвы. Представляете себе, все население Иерусалима отправилось в храм, каждый закалывает своего Агнца. У нас за новогодними елками люди охотятся за две недели до Нового года, а тут в один вечер надо успеть все сделать, заколоть его, принести разделанную тушу домой, приготовить еду, накрыть стол, сесть за него. Как успеть? Нам вот Иосиф Лавий сообщает, что на Пасху 70-го года, это, конечно, особая Пасха, там начинается Иудейская война, очень много людей в Иерусалиме, закололи четверть миллиона животных. Вы представляете себе, сколько это заняло времени? Они же их не одновременно резали, это храм, и вот там есть какая-то площадка, наверное, там не один человек этим занимается, но и не сто человек одновременно, да? То есть очень может быть, что они заранее начали это делать. Накануне, да, допустим. Ну, мясо не испортится за сутки, весной еще погода не жаркая. Я нигде не нахожу прямых подтверждений, но могу себе предположить, что заколать пасхального Агнца начинают немножко заранее. То есть не вот тогда, когда прям пора садиться за стол, да? И это довольно логично. Ну, можно сказать, что, конечно, у нас написано, что надо прям заколоть его и сесть за стол, но одно дело устав, другое дело обиход. Одно дело теории, другое дело практики. У нас, в конце концов, первосвященник должен быть всегда один, а мы в Евангелии про двух читаем, они к тому же еще и родственники. Ну, так что же, представим себе, что правосинаптический Евангелие. То есть Тайный вечер состоялся вечером 14-го Ниссана, когда все иудеи садятся за стол для пасхальной трапезы. А следующий 15-й день Ниссана, собственно, начало праздника опресноков. Ну, Иоанн, допустим, ошибся, предположим, это. Вы знаете, проблем становится довольно много. Смотрите, тем же вечером Иисуса арестовывают, потом его судят и следующим утром отправляются к Пилату утверждать приговор. А это, получается, уже начало недели опресноков. И Пилат говорит, ну, есть же обычай отпускать перед праздником одного заключенного. Логично, перед праздником он успеет отпраздновать. А праздник уже начался. Он ничего не успеет. Он все пропустил. Он в тюрьме сидел, когда праздник начался. Дальше. Симон Кирененин, о нем все три синоптика говорят. Марк 15-21, Матфея 27-32, Лука 23-26. Идет со своего поля. Работал человек. Ну, перед праздником короткий рабочий день, это понятно, да? И он, наверное, где-то после обеда уже завершил дела на поле и отправляется домой готовить себе трапезу. Тут его и хватают, заставляют нести крест. Он что, в праздник работал? В самый главный праздник в году он пошел с утра пораньше на поле пахать, да? И более того, само распятие, значит, происходит в главный праздник. Ну, понятно, что мы скажем, иудеи, иудейские руководители, фарисеи, книжники, они так не любили Иисуса, что хотели с ним поскорее расправиться. Пилат тоже не собирался его жалеть, но не в главный же праздник. В общем-то, их мотив, и Синодриона, и Пилата, лишь бы не было возмущения в народе. Ну, как это можно распинать человека в главный праздник к году и не вызвать возмущения в народе? Люди, даже если они не склонны пожалеть Иисуса, но они возмутятся тем, что оскорняется чистота праздника. И казнь, конечно же, должна была завершиться до праздника. Почему им перебили голени распятым? Почему поскорее, как бы, вот, давайте с этим быстренько покончим и пойдем праздновать? Тогда получается, что прав Иоанн, что пасхальная трапеза, она была на сутки позже, чем Тайная вечеря. Интересно. Ну, кстати, вообще-то очень логично, если такое предположение принять за основу, смотрятся некоторые отрывки у синоптиков. Марк, 14 глава, 19 стих. В первый день опресников, когда заколали пасхальный агнес, это мы уже читали, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Так если все уже садятся за стол, поздно идти готовить. Правильно? А вот когда все только начинают резать салат оливье и открывать шампанское, то самое время задать вопрос. Но никогда уже садятся за стол. Так что, может быть, имеется в виду, на самом деле, вот этот день накануне праздника. Дальше Иоанн пишет, как у Иуда был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Купи, что нам нужно к празднику. Если праздник уже в разгаре, как к нему можно что-то купить? Уже вся торговля прекратилась, все празднуют. А если праздник на следующий вечер, тогда логично, да, вот именно сейчас все и закупаются к празднику. Смотрите, мне кажется, очень логичная получается история. Ученики спрашивают Иисуса, где они встретят праздник накануне. И нужно всего приготовить столько, нужно все сделать. А Иисус им говорит, смотрите, накрыта горница. Вообще все необычно. Там даже сам ориентир мужчины, который несет воду. У Марка 14.13, у Луки 22.10. Мужчину воду не носили практически никогда. Но этот, наверное, уже ладил у него ни жены, ни дочери. Поэтому ему приходилось за водой ходить. И готовая горница, такая же неожиданность. Они говорят, так, нам вообще-то надо озаботиться праздничным столом, где-то закупиться, где-то расположиться. Иисус говорит, ничего не надо. Все уже готовы, пошли праздновать. У Луки мы встречаем такие слова Христа. 22.15.16. Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания и высказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не свершится в Царстве Божьем. Ведь это логичный ответ на вопрос, а почему он так поторопился? Он знает, что тогда, когда будет приноситься в жертву Агнец, когда он должен приноситься в жертву, будет принесен он сам. За пасхальный стол он не сядет с учениками в то время, в которое все за него садятся. И он садится за него заранее. И в этом смысле вот эти слова о том, что хлеб, который он преломляет, это тело за вас ломимое, и кровь, которую он предлагает ученикам в вино, которое он предлагает и называет его своей кровью, проливаемую за вас, говорит он, кровь, пейте от нее все. Это, собственно, и есть пасхальная трапеза. Но в обычной пасхальной трапезе сначала режут барашка или козленка Агнеца, а потом его едят. Логично. А здесь сначала Агнец предлагает свою плоть и кровь ученикам, а потом его убивают. Потому что после того, как его убьют, они уже не смогут сесть за этот стол. Ну и мы видим, что, собственно говоря, Новый Завет в очень многих отношениях, он не разрывает традиции старого Ветхого Завета, он переосмысливает их, он, может быть, располагает то же самое в несколько ином порядке. И мне кажется, вот как раз такое объяснение, оно лучше всего сюда подходит. То есть я думаю, что точнее здесь описывает все Иоанн. И на самом деле Ветхозаветная Пасха была следующим днем, то есть день, когда они собирались на Тайный Вечер, это было 13-е число Ниссана, первого весеннего месяца, а не 14-е. Ну а синоптики, они связывают, конечно же, непосредственно эту пасхальную трапезу с Тайной Вечерей, но не утверждают ничего по календарю. У них таких утверждений нет, в отличие от Иоанна. Тогда получается, что разные Евангелия просто как бы с разных сторон описывают эту ситуацию. Иоанн говорит, Тайная Вечеря — это вкушение пасхального Агнца, который будет заклан завтра. Синоптики говорят, Тайная Вечеря — это пасхальная трапеза. И в соответствии с этим они выстраивают каждое свое повествование. В общем, формальное противоречие есть, а по сути его нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...